Все увезли. Все прикольно. Прикольный перископ получился. У меня самая большая, я вижу всех камер. Вижу на тень, в тень. Спрашивай, ты сколько весишь? Сейчас я вешу 79. А ты сколько, черный? 84. А чего у вас такая разница? Я черный, а он сухой. А что ты почему жарил? На массу сел. Ты жрешь какашко? Нет. Питаешься в Макдаке? Объясни, вкратце. Как советует Сацулин жрать все подряд? Вкратце с майонезом. Вкратце организм дал сбой из-за сушки, короче, слишком долго сушился. И если мало углеводов ел, короче, то все с пищеварением пояпал и просто делал. Ну да. Вы, если что, можете у меня посоветоваться. Я же сейчас типа натурал. Хочешь узнать, как я такой сухой сеченый? Давай рассказывай. Ну ты родился? Нужно 10 лет посидеть на стероидах. Ха-ха-ха-ха. Че порвалось? Да мы тут не на кнопки нажимаем. Вишь, оранжевые лайки, короче. От меня лайки пролетают. Игорь Пронциалов надо подтягивать за е метросексуали на лизаные. Я согласен с вами, у меня тоже за е. Я бы всех этих заднеприводов расстрелял. Смотри, как это делается? Покажи, покажи ребятам, как нужно ставить мне лайки. Смотрите, короче, видите гостиницу? Вот, вот, вот. Видите оранжевые? Вот это я понимаю, вот так надо. Я вешу 113 килограмм. Игорь, есть родные, братья есть? Вот два. Здорово. Привет. Поздоровайся хоть секретно. Всем привет, Дмитрий Крылов. Коротко и ясно. У вас бороды весят по 3 килограмма. Примерно. У него 4, у меня 2. А что это у тебя за затычка? Слушай, такое ощущение, как будто я эту сам не трогаю, короче. Лобковые волосы. Ты бы знал, как это тяжело сделать. Он по утрам его засовывает в дырку, короче. Она же не открывается. Надо другую в дырку-то засовывать. Ну, это понятно. Ну, что ж, приходится пока так. Какой не лингуса, блин. С качками можно бухать? Это ж калорийно. Не-не-не-не-не, зачем не бухаете? Алкоголь, это плохо. Пацаны, лайкайте, чтоб видео в топ вышло. Сколько ростов у вас? 180 оба. И что, реально? Вы как Роник Олман? Да. Нифига себе, прекрасно. Осталось только накачаться. Ну, пик у меня такой же, видишь? И стать неграми. А вы курсите? Нет, ни разу. А инсулин там как-нибудь? Нет, вообще чисто только на спортпиде. А чего? Да, вы все-таки на спортпиде сидите. Фигово, да? Химарин. Ну, мы до потацулину, видишь? Потацулину накачались, да? Короче, мы против наркотиков, против алкоголя, против табака и против стероидов. Ну, вообще красавцы. ЗОЖ. Да. Вы патриоты страны? Ну, в какой-то мере, наверное. Я считаю, что патриотизм, знаешь, что это такое? Это когда ты выпил стаканчик кофе и выкинул этот стаканчик в урну. Вот это, по-моему, самый крутой патриотизм. Намного лучше, чем себе флажок куда-то вешать в Российской Федерации. Ну, я больше патриот, наверное, был из СССР все-таки. Хотя я родился в СССР. Нет, так я тоже родился. Я тоже больше СССР поддерживал. Ну, потому что тогда реально круче было, чем сейчас. Да. Это 100%. Но помощнее. Мирзаев норм русских убивает. Ну, ребят, ну, вы так вообще, ну, а чего вы на Расула нападаете? Ну, он втащил человеку, но он же не хотел убивать. Какой человек хочет убивать? Это как недавно с этим с доктором. Потому что доктор у него случайно парня. Там тоже там, короче, какой-то пациент. Он там что-то на медсестру, который доставал ее, то ли что, она пожаловалась. Ну, этот самый доктор до него докопался что-то. Один раз выпил, все, чувак упал, пошепой и все. Поэтому это не разгадать. И человек там, ну, просто силу не рассчитал и все. Просто бахнул и все. А тот оказался вот так. Ладно, хватит на негативе, действительно. Игорь, ты в д-атлейке, в д-атлейке теперь тренируешься. Я тренируюсь в трех местах. Алмаз, на Восковой 16 с Прокофьевым. На Дивенской 4 ЦСКА и на Науке 71 Детлетик. То бишь здесь. Да. Тренировка будет, будет. Я сейчас пойду тренироваться. Сейчас еще с вами поболтаю. Сколько еще? Сколько у нас времени? Еще минут пять. И пойду качаться. Давай, Маску. Дмитрий классный мужик, грамотно излагает свои мысли. Дима, ты крут. Давай в Москву. В Москву я хочу до осени перебраться. Игорь, Юру Пузанкова знаешь? По фамилии я не помню, по фамилиям. Возможно, знаю. Один тренинг. Да. Ильей Бородачеву, хотите еще вторую тренировку буду иметь? Я сегодня весь вверх буду качать сейчас. Мы же только-только занимались. Мы только-только занимались, да. У нас, видишь. Ну давай, смотри, ты, короче. Лимит, лимит. Выкинешь, короче, наш видос. Если, короче, нас максимально засрут, то придется еще накачивать. Не надо создавать себе будущее сейчас такое. Чемле, я смотрю. Не хочется, не хочется, можешь пропускать. Куда? Монированный канал к себе. Да вообще нет. Да вы и так у меня еще пока не вышли. Ну вот. Ну мы там выйдем. Назлок вообще не выкинет нас. Да не, 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 не. Все четко. Если я отснял, то я сделаю. Игорь, давай мастер-классы в МСК. Ну как-нибудь, да, как-нибудь сделаю. PR, да, это классно. Игорь, машина химиков. Что это значит? Ну, Дима, ты, короче, машина, все химиков. Ну я все перепробовал, все, что не приколочено. О, убийца, точнее. Это я, это точно. Что такое? Какой спортпит? Что? Что такое FST? FST это система тренинга филохита. Не, не, ну мы, нет, на самом деле мы просто прогрессинг нагрузок соблюдаем и... И пашу. Чего вы жрете из спортпитера, скажите? Что подкинут? Что подкинут? Ну, прот в основном. Бессашка, да, на сушке. Прот, витамины. Ну, витамины можно отличить. Это же анаболики. Ой. Ну да. Анаболические средства. Ну и что? Бородачи на анаболиках сидят. Все, 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 все. Все, все раскрыто. Да. Теперь Йодэ будет говорить, что ты накачался на их продукцию. Ну да, а чего нет-то? Не, накачался на стероидах, сохраняя форму на ИД. Вот это прикольно. Нет, в смысле не филохита тренировки, конечно же, а то, что он тренируется по этой системе. Мельдоний жрут. Ну, наверное. Мельдоний, кстати, не запретили. Я знаю. Щупина вам рассказывает. У меня тут одна девочка в составе олимпийской сборной страны попалась на Мельдоний по вольной борьбе. И из месячей? Но зато она у меня будет на канале Мясо Погоска. Кому мясо? Видим, как сохраняя счет, счет нет уже. Ребята, вот я сохраняю минали. Сухой, сухой, все. Ну, у него там что? Блин. Нет, вообще нет жира. Ты уверен, что ты съел килограмм конфеты? Смотри, короче. Ну, видно хубы. Видно, видно хубы. Это заслуга стероидов. Тогда я и не отрицаю. Да, это на стероидах порочено. Но вот сохранить натурашечку эти стероидные мышцы. Это реально сложно, на самом деле. Это уже талант, да. Красавый игрант, спасибо. Жорик, 2.0.1.5. А какие, Игорь, планы? Это ЮД. Ну, честно говоря, про ЕД я себя стал чувствовать легче. Я меньше ем сейчас. Вообще, меньше ем в течение дня. Раньше я жрал все время, а сейчас я ем чуть поменьше. Оп. Больше выступать не будешь, пока не планирую. Есть рецепты по сушке, есть. Обратитесь ко мне в ВЛС ВКонтакте. Игорь, гостю, Нин. Когда в Сибирь? Когда пригласите? Игорь, почему Декстер в отличной форме? Потому что он супер талантливый гений бодибилд. Нет, пожалуйста. А можешь поделиться инфой, как сохранить массу? Могу в ВЛС, пожалуйста. Пусть Рыжий двойной покажет. Покажешь двойной? Блин, слушай, у тебя реально крутой двойник спереди. Прям бицепсы правильные. Смотри. Видно или не видно будет? А, не видно. Не видно, да? Короче, трицепс не твой конек. Судьба тебе, короче. Понимаешь, он нормально срывает? Сейчас не ведет. Оп. А, да, ни фига себе. Оп. Ааа, хотя бы мне засрать. Да боя не будет. Все слились от меня, понимаете. Даже на миллион готовы только болтать. Но они готовы отвечать на предложение. Это знаете? Да, я еще раз скажу, короче. Дядя Сережа, я согласен тебе выплатить миллион, как гарантированный гонорар. Как в боксе. Как в боксе. Блин, когда ты с Мироном помиришься? Вы должны вообще за Русику ходить уже, дружить вместе, блин. Не, пошел в жопу. А что они с ним думают? Вы же два мединых чувака, вам надо что-то снять. Это будет больше хайпа. Я же тебе говорю, больше хайпа, представляешь, мы пиздимся. Три месяца идет пиар. Кто-нибудь бьет. Этого события. Мы собираемся. Ты злой какой-то. Ты же его бьешь на фиг. Ну да. Вы же хотите шоу. Вы же хотите шоу. Не, ну они, понимаешь, что Мирон убьют и все, не будет человека как бы. Ничего. А с кинами будешь хайпиться дальше, хейтиться. Я найду. Поверь. Какой жестокий вообще, такой злой реально. Не, 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 ребят, прикиньте, это все можно сделать под эгидой М1 Global. Организовать бой. Это все будет по документам. То есть все четко под подписью, под лям рублей. То есть все гарантированный гонорар, как положено. Ты, наверное, миллион дашь вот сам за бой или до боя дашь? Нет, гарантированный гонорар. То есть боец выходит на бой, стоит и после боя получает. Это честно, это справедливо. Это от тебя именно? А? От тебя или от М1? Какая разница, Миронов получит эти бабки. Но дело в том, что мы организуем так, что будем продавать билеты, сделаем платную трансляцию. Один доллар она будет стоить и мы заработаем несколько мультов. Ну чего лям-то не отдать Миронову? Ну ему понадобится два, чтобы восстановить свое здоровье. Это 100%. Психологически. Но мы сделаем реально классный пиар. Ребят, хотите шоу? Долбите дядю Сережу, чтобы он согласился. И еще знаете такие комментарии есть? А вот, уже пошли, короче, комменты я видел. Типа, да, дядя Сережа мараться не будет в такую тему вписываться. Ну как бы дрочить на камеру, то он как бы вписывался. Ну а здесь честно мужская тема. Согласна? Ну, мы понимаем, что каждый свои ошибки допускает в жизни. Я не допускаю ошибок. Ни одной ошибки в жизни я не допустил. Уверен никогда. Ну ты на фарму сел. Ты же химик. Вот уже допустил ошибки. Знаешь, хочешь я тебе расскажу эту тему? Давай. Ты всегда принимаешь правильное и верное решение. То есть, исходя из возможностей своих и ситуаций, которая на данный момент сложилась, ты все это сопоставляешь и приводишь к верному решению, как тебе нужно поступить. И так вся твоя жизнь. Если я все запоставил. Ну даже если ты не все поставил. Если ты принял решение, значит на данный момент времени это решение было максимально правильным. Так? Ну, скажем, с моей точки зрения. Ну, а с какой? А у тебя все реальность? А у тебя все реальность? Да и у нас остальное нет. Ты в своей вселенной живешь, правильно? Ну ты же в среде существуешь. И что? Пошли не в жопу. От тебя зависит все. Твое окружение зависит от тебя, правильно? Ну да. Ты можешь потерять свое окружение, а человек без социальной составляющей, он умирает. Кто? Он может быть более популярным. Оптимизирует ваши там. Всякие. Всякие названия ваших каналах и прочее. Ну то есть, я помогаю реально, но врагов всех уничтожаю и создаю им ад. А Миронов твой враг? А? Нет. Он мне помогает в развитии. Но ты его не считаешь в программе? Нет. Может тебе ничего плохого не сделал лично? Ничего. Ну просто это хайп. Вот и все. Непонятно. Слава Богу. Ну а как еще? Ну может и по-настоящему на него? Ну блин, это шоу-бизнес. Да зачем, господи? Зачем мне от этого мальчика-то? Просто хайп и все. Ну все тогда. А я просто думал, ты реально на него злишься. На что? За что? Ну вот я и удивился. За что думаешь? Все думали за что? Вот я сегодня узнал, что гостинин, оказывается, на Миронов не злится. Ну в общем, как бы да, я на Сосулина не злюсь. Ну он Сосулина начал злиться. Он просто прогарился и все. Сосулина, кстати, ничего не выпускает даже. Да, я жду-жду-жду. Нормально все, у меня готовится ролик. По фактам, по анализам, сертификатам и четкие. На каждый вопрос, на каждый вброс Бори у меня готовится ответ. Будет полноценный ролик, о котором я говорил и который я обещал. Ребят, мы заставляем, ну точнее, все делается, все как надо. Мы смотрели твой последний ролик про Сосулина, про гороховый белок. Ну и что? Ну я на самом деле тоже много еще не знал. Не-не-не, я расскажу четко про горох, про сою, вот туда. Потому что, понимаешь, все привыкли к тому, что соя это плохо и она дешевая. Но проблема в том, что она в Китае дешевая. И в Китае она некачественная. А вот соя, которая произведена в Европе, это другое дело. Она и стоит дороже, и качество у нее выше. И ведь соевый белок, он немного уступает мясному. Но знаете, в чем прикол? Например, единоборство, которым необходимо усваивать очень быстро, они больше к растительному белку. Понимаешь, перед боем. Раститель быстрее усваивается? Да. Лучше усваивается. Проще усваивается, видимо. Он не тяжелый для желудка. Для животного белка необходимо дольше времени, чтобы переваривать. У вас рано кислота просто. Сколько необходимо углеводам, точнее растительным продуктам, чтобы перевариться? Порядка? Часа два, три. Два часа. А животного происхождения? Часов пять, наверное. Именно. В этом вся и фигня. То, что, когда ты приходишь на растительную пищу, люди отмечают, что они чувствуют себя лучше. Вот вегетарианцы, например. Белок не полноценный, там не полный аминокислотный состав. Хорошо, добавь молока и будет полный. А если лактоза не усваивается? Добавь кисломолочные продукты. Прямо как мы вставили. Как мы вставили. Короче, ладненько, ребят, я пошел тренироваться. Соя, ну, есть ГМО, есть не ГМО. Вы что, ребят? Итак, ребят, сложная работа у тебя пятьсот раз на дню и одни и те же вопросы. Ну, нормально, я уже привык. Короче, ребят, вам всем... Вот, нахрен Неронова давай со мной за половину. Ребят, понимаете, ну, меня нужно заинтересовать. Нужен медийный чувак очень. Нужен медийный, да, иначе как. Все, ребят, всем, как всегда, нет денег на овсянку не покупайте. Покупайте за 15 рублей. Нет денег на хорошую мраморную телятину, покупайте в супермаркете за 200 рублей куриные грудки, нашпигованные стероидами. Короче говоря, ребят, нет денег, покупайте себе ладу. Есть деньги, покупайте себе мерседес. Короче говоря, ребят, будьте добрее, умнее, веселее и здоровее. Всем удачи. Подписывайтесь на Берископ, делитесь трансляциями, подписывайтесь на канал Мясо по ГОСТу. С вами был Игорь Гостюнин. И Бородачи. И Бородачи. Российский бодибилдер, чемпион России, чемпион мира. И Бородачи, изухты. Российский бодибилдер, не чемпионы, никто. Банку, 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 банку. Все, ребят, пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok